Начинаем с вами. Хотел бы сначала представить наших спикеров сегодняшних. Меня зовут Михаил Меркулов, я генеральный директор компании «Арикана». Светлана Рейнкас, руководитель юридического отдела по резидентам. Рауль Паруск, неисполнительный директор компании «Арикана». И Евгений Малей, руководитель юридической группы, которая занимается проектом SkyMall. В двух словах о компании «Арикана». Рейкана компания вложила в экономику Украины около 420 миллионов долларов за последние 10 лет и является ведущим девелопером коммерческой недвижимости в Украине. Было построено 6 торговых центров в разных городах Украины и создано более 10 тысяч рабочих мест. Как вы понимаете, компания, которая строит торговые центры, создает рабочие места, является созидателем. И, кроме этого, компания «Арикана» является публичной компанией с акциями, которые торгуются на лондонской фондовой бирже. Что это такое? Это значит, что компания абсолютно открытая, которая проводит регулярные аудиты и отчеты, которые публикуются на бирже и на сайте компании. Поэтому любой из вас, зайдя на наш сайт, может посмотреть, сколько компания заработала в прошлом году, сколько потратила и как она ведет свой бизнес в Украине. Цель нашей пресс-конференции сегодня – это рассказать о том беспрецедентном и резонансном решении Лондонского международного арбитражного суда, которое мы получили на днях и которое мы сразу же хотим донести до вас и опубликовать ту часть, которую мы можем опубликовать. Сразу оговорюсь, что компания «Арикана», построив 6 торговых центров в Украине, в Украине управляет сейчас только 5 из них. С одним из торговых центров случилась очень неприятная история. И это, наверное, один из самых резонансных случаев рейдерства в коммерческой недвижимости в Украине. Вкратце хочу описать историю, которая случилась, если не все знакомы с деталями. При строительстве торгового центра «Скаймолл», кроме компании «Арикана», в проект вошел еще один инвестор. Компания «Арикана» инвестировала около 120 миллионов долларов в торговый центр «Скаймолл». И компания «Стокман», дополнительный инвестор, инвестировала около 40 миллионов долларов в торговый центр. На данный момент компания «Арикана», вложившая 120 миллионов долларов, не владеет ни денежными потоками этого торгового центра, не контролирует акции, не контролирует объект. И фактически у компании «Арикана» отобрали право получать какие-то доходы от этого объекта и право влиять на этот объект. Ну, как-то не совсем справедливо за 40 миллионов долларов получить контроль над таким объектом, как «Скаймол». В течение более чем пяти лет велось судебное разбирательство в нескольких юрисдикциях, в том числе и в Лондонском международном арбитражном суде. В отношении компании «Асофит», которая была проектной компанией, которая инвестировала в «Скаймол», где были представлены интересы двух акционеров – компания «Арикана» и компания «Стокман». Резонансное решение Лондонского арбитражного суда состоит в том, что в течение месяца до 5 июня 2016 года компания «Стокман» должна передать компании «Арикана» долю в компании «Асофит» за 0 долларов 0 центов. Что в этом такого интересного и резонансного? Дело в том, что за время арбитража из компании «Асофит» были вымыты активы, а именно кредиты, через которые заводились инвестиции в торговый центр «Скаймол», а также право собственности на сам торговый центр и на паркинг. У вас в пресс-китах есть результативная часть этого решения, где черным по белому написан вердикт арбитра, который говорит о неправомерности этих действий по введению активов. И это тоже резонансно, потому что это дает нам право в дальнейшем предпринимать шаги для возврата активов в компанию «Асофит». И для того, чтобы чуть больше дать детализацию по этому проекту и по истории проекта, я хочу сейчас передать слово Евгению Малееву, руководителю юридической группы, которая уже достаточно долгое время занимается и, как мы видим, с большим успехом проектом по возврату «Скаймол» в компанию «Арикана». Добрый день. История «Скаймола» берет свое начало в 2009 году, когда на завершающем этапе строительства торгового центра компания столкнулась с отсутствием финансирования банковского и вынуждена была искать это финансирование в других источниках. Таким источником выступил для компании «Арикана» Андрей Адамовский, который согласился инвестировать в достройку объекта «Скаймол» 40 миллионов долларов. Это уже были, по сути, завершающие этапы строительства. Вложив 40 миллионов долларов через офшорную компанию «Стокман», Андрей Адамовский получил контрольный пакет за 50 плюс одна акция. В свою очередь компания «Арикана», руководствуясь английским правом на уровне Кипра, получала право долю Андрея Адамовского выкупить на заранее оговоренных условиях и на заранее оговоренные суммы. Также устанавливалось совместное управление всем проектом и распределение прибыли в пропорции 50 на 50. Своим правом компания «Арикана» на выкуп актива воспользовалась спустя порядка 7-8 месяцев, это конец 2010 года, направила соответствующее уведомление, но получила отказ и была вынуждена перейти в арбитражные процессы в Лондоне. Вместе с тем, с 2012 года фактически компанию «Арикана» лишили совместного управления проектом, лишили возможности иметь доступ к финансовым документам компании, лишили возможности получать какую-либо прибыль. То есть с 2012 года ни копейки компания «Арикана» так и не получила от довольно-таки успешного торгового центра. Мы столкнулись с тем, что получая какие-то успехи в иностранных юрисдикциях, по сути в Украине активы выводились. Например, в августе 2014 года, получив успешное решение в Лондоне о праве выкупа торгового центра на условиях, ранее оговоренных в 2009 году, выкупать уже было нечего. Спустя две недели с компанией «Призма-Бета», это формальный собственник торгового центра, актив был переведен на банк «Пивденый», чему способствовали, по нашему мнению и по мнению Министерства юстиции и регистрационные службы, незаконные действия регистраторов, которые ночью проводили снятие арестов, а на следующий день заключались сомнительные ипотеки. Также сама компания «Призма-Бета» была перерегистрирована в город Луганск, в котором на тот момент шло о том. Директором компании стал никому неизвестный Давид Вандорра, сменив на этом посту довольно-таки известную в последнее время Ольгу Ткаченко. В итоге у нас остался вариант выкупать пустышку. То есть компанию, на которой никаких активов не было. И мы продолжили, соответственно, арбитражные процессы в Лондоне. 5 мая, по нашему мнению, суд вынес финальное решение и поставив точку в этом процессе, постановив, что в связи с причиненными компанией «Арикана» убытками, нам обязаны передать актив, совместную компанию «Асофит» за 0 долларов. Кроме того, я, наверное, расскажу о фактах, которые были установлены в ходе этого арбитражного процесса. Я думаю, что они будут вам интересны. Первое – это, цитирую, договоренности с банком Пивденны в отношении торгового центра SkyMall были неправомерными, населесообразными и позволили вывести торговый центр SkyMall. Передача долей в компании Prisma Beta была преднамеренной попыткой Стокмана вымыть активы из «Асофита». Растрата займов Филгейта, это займы, путем которых, собственно, объект и строился, были преднамеренно присвоены и мошенническим путем уведены в отношении «Арикана», Филгейта и господина Тедера. Тем самым укаженные лица лишились этих активов. В заключение Стокман, что было обеспечено теми, кто его контролирует, Адамовскими, предпринял умышленное действие по вымыванию и присвоению активов «Асофит» и срыву выполнения решения арбитражного суда от августа 2014 года. То есть тем самым, по сути, были установлены факты, которые подтверждают, сказанное Михаилом, о том, что актив в период арбитражного разбирательства, по сути, был обнулен. Спасибо, Евгений. Я еще хочу сказать, что когда мы пытаемся привлечь в наши торговые центры иностранных ритейлеров и пригласить в Украину иностранных девелоперов, они спрашивают, а как у вас дела со SkyMov? Это является лакмусовой бумажкой инвестиционного климата в Украине. Как вы знаете, иностранные инвестиции – это один из приоритетов Украины, потому что нам нужно реально очень быстро расти, чтобы занять достойное место в Европе. Это один из приоритетов, на котором делает акцент и президент Украины Петр Порошенко. Поэтому за этим кейсом очень пристально следят. Я хочу попросить Рауля Паруско, неисполнительного директора компании «Рекана», прокомментировать, какой же резонанс и какое влияние окажет это решение на инвестиционный климат. Добрый день. Добрый день. Насколько нагло были выведены активы, что как призмобету вывели в Луганск. Директором стал, наверное, гражданин Грузии, которого никогда никто не видел, и после этого никогда никто не видел. Все эти действия, которые перевели к тому, что нам казалось, что нас обокрали. Что если Лондонский суд говорил, что мы можем пользоваться колл-опционом, платя при этом 51,4 миллиона, что предпосылка этого, что там есть актив, там есть торговый центр, который, по нашему пониманию, хорошо работает. Наверное, за все это время зарабатывал, наверное, где-то по оценкам, это 20 миллионов долларов в год за 5 лет, это легко считать, что это, наверное, 100 миллионов долларов, если не больше. И мы этих денег не видели, и актив, в котором мы должны участвовать, и который мы должны иметь право выкупить, что на самом деле этот реальный актив в торговый центр его вывели. И мы обращались с этим заявлением Лондонский арбитражный суд о том, чтобы факты того, что актив выведение нас обокрали, чтобы Лондонский арбитражный суд смотрел на эти факты и подавали иск на возмещение убытков. А также мы предпринимали разные действия в Украине. Мы обращались, как раз Евгений этим занимался, в разные инстанции попросили, чтобы расследовали эти действия, которые каждому человеку, который когда-либо занимался экономикой права, просто казались вопьющим преспределом. И эти действия в Украине, что они, в отличие от Лондонского арбитражного суда, что они никуда не дошли, что они либо закрывались, либо тормозились, либо передавались просто из одной инстанции в другое, что реального какого-то расследования тех фактов, которые произошло, этого просто в Украине не было по одним или другим причинам. То, что мы в Лондоне выиграли суд, это не значит, что мы получаем обратно SkyMall, поскольку в Лондоне мы просто получили право получить акции Assofita, кипрские фирмы, у которых должны быть акции украинской фирмы Prisma Beta, которые должны принадлежить SkyMall. Как я говорил, в 2014 году из компании Stockman были выведены как акции Assofita, из Assofita были выведены Prisma Beta, из Prisma Beta был выведен торговый центр, из Assofita были выведены кредиты, то есть все активы, которые там были, были оттуда выведены. Но тем не менее, что получая акции Assofita, это что мы получаем возможность принимать разные действия в Европе, чтобы уже от этой компании, которой мы причинили ущерб, понимать от этой компании, кто лично отвечает за это, что выведение этих активов не могло происходить без того, чтобы эти решения принимали бы директора. Директора – это в основном граждане Украины и выписки из реестра Assofita, что это разные этапы были Александр Играновский до 17 ноября 2014 года, Андрей Адамовский, Людмила Пархоменко, с ноября 2014 – это Константин Лихарчук, с мая 2015 года – Наталья Левина. Здесь какие-то конкретные люди, которые принимали действия для того, чтобы эти активы вывести. У нас есть из каких-то разных судебных процессов, которые мы ввели не только в Лондоне, но и в Голландии, и на BVI, на British Virgin Islands. Мы получили документы, по которым видно, что эти люди и подписывали документы, которые вот сейчас как раз Евгений говорил, которые арбитражный суд называет мошенничеством, преднамеренным вымыванием активов из фермы, что там есть и подписи и господина Адамовского, и господина Грановского на конкретных документах, в котором ушли активы из фермы. И получая тякса софита, что мы можем тогда начинать смотреть, что какая есть ответственность тех людей в том, что это произошло, и квалифицируется это, например, криминальным правом одного или другого европейского государства, как преступление. Для нас, при решении Лондонского суда хорошая новость. Я думаю, что если смотреть с Украины, что это плохая новость. Потому что если мы смотрим на все эти действия, что они происходили уже после Майдана. И на этих действиях, я как гражданин другой стороны, что мне кажется, что с времен Нануковича немного что изменилось. Правоохранительные системы Украины. Даже само сочетание правоохранительная система в украинском контексте очень трудно выговариваться. Правоохранительная система. Потому что право обычно вот по нашему кейсу, что она как-то очень гибко рассматривается. И мы надеемся, что этот наш случай, это решение Лондонского суда является каким-то и катализатором для того, чтобы и украинские власти рассматривали то, что каким образом менять ту структуру, в которой в Украине ведется бизнес. Я сегодня утром смотрел статистику, что какой валовый внутренний продукт Украины. В 2015 году это было 2000 долларов на душу населения. Бывшие советские республики Украины, бывшие советские республики Эстонии, откуда я, это почти 18 тысяч долларов. Это 9 раз больше. Бывшие советские республики Грузии, в котором тоже отобрали часть территории, это 4000, это 2 раза больше. Даже в республике Конго и в Судане валовый внутренний продукт больше, чем в Украине. Я думаю, это прежде всего вопрос того, что государство либо не способно, либо не желает создавать условия для того, чтобы бизнес здесь развивался, чтобы и местные бизнесмены, и сорубежные инвесторы инвестируют в эту страну. И надеемся, что вот тот случай, то решение, что может это каким-то образом для властей, страны тоже покажет, что этим нужно заниматься, иначе уровень жизни украинского населения, к сожалению, не улучшается. Что я в Украину летаю с 2007 года из Эстонии. В 2007 году самолет был полон бизнесменов. Кто-то прошли деньги, инвестировал, кто-то маленький, кто-то занимался мелким бизнесом, кто-то хотел здесь что-то покупать, кто-то продавать, какое-то маленькое производство. Сегодня в самолете, когда летаю, это только чиновники. Бизнесменов, летающих в Украине, уже не осталось. Потому что, если смотреть даже при всем положительном отношении, которое в Европе и в Эстонии есть к Украине, что бизнесмены, которые думают о том, чтобы они хотят вести страну, где у них есть какая-то правовая поддержка техними инвестиций, что они сюда не идут. Я думаю, что это самая большая проблема, которая стоит перед украинскими государствами. Еще раз надеюсь, что на основе того решения ВНСКО-арбитражного суда, что может быть, это какая-то капля, которая поможет тому, той системе, меняться к лучшему, чтобы люди Украины стали жить лучше. Рауль, спасибо. Это на самом деле грустно, но с другой стороны это огромный шанс для Украины привлечь действительно иностранных инвесторов, потому что без этого нам хочется вырасти с уровня Республики Конго всем и жить нормально в Европе. Хочу сказать о том, что в процессе арбитража, в процессе борьбы за SkyMall это были не только деньги, это было не только время, это было колоссальное давление, которое оказывала государственная машина на компанию Arricano. Об этом я немножко хочу попросить рассказать Светлану Ренькос. Добрый день. Спасибо, Михаил. Да, действительно, на протяжении ведения арбитражного дела в Лондоне компания Arricano и ее топ-менеджеры неоднократно были подвержены обыскам, допросам и не только офисы компании, но даже личные дома. Это опросы, допросы, вызовы, даже было предъявлено господину Малееву подозрение о вчинении криминального правопорушения. На наш взгляд, такие действия органов государственной власти, правоохоронных органев, не должно быть, иметь место в споре, в хозяйственном споре двух бизнесменов. Более того, эти действия органов власти не прекращаются на сегодняшний день. Нам на сегодня, к сожалению, известно об уголовных делах, которые возбуждены и расследуются сегодня. Мы надеемся, что уголовные дела, которые возбуждены, они не имеют состава преступления, они возбуждены только как инструмент давления на топ-менеджмент и на компанию в целом. Поэтому мы надеемся, что дела будут рассмотрены, расследованы и закрыты без состава преступления. Нам очень жалко, что государственная машина пользуется такими примитивными методами уже в 21 веке. Эти методы были хороши на уровне Советского Союза, когда нужно было сломать человека, а сегодня это не только негуманно, это абсолютно неправильно и несправедливо. Я бы хотела подчеркнуть, что компания Рикана действует строго в правовом поле, как украинском, так и европейском. Это показывают все наши дела, все наши судебные иски, все наши процессуальные документы подготовленные. За нами нет никаких следов мошенничества, каких-то неправильных, незаконных писем. Все происходит в рамках права. Мы верим, что закон справедливость и право это не просто принципы задекларированы в Конституции Украины, это принципы, по которым работает государство Украина, компания Рикана и каждый член нашей команды. Спасибо. Спасибо, Светлана. Хотел бы добавить, что за последние несколько лет мы обращались в большое количество и украинских, и международных организаций, которые оказывают нам поддержку. Это и Европейская бизнес-социация, и Американская торговая палата, и посольство некоторых государств. Мы обращаемся регулярно и в прокуратуру, и в администрацию президента. С прошлого года, когда заработал офис бизнес-омбудсмена в Украине, мы сразу же обратились к ним и получили действительно поддержку в разных вопросах, в том числе и по вопросу Скаймола. И у нас сейчас присутствует инспектор совета бизнес-омбудсмена Олег Крикавский. Я хотел бы просить его буквально в двух словах прокомментировать, потому что мы уже плотно работаем с офисом бизнес-омбудсмена на протяжении прошлого года и этого года. Хочу представить Олег Крикавский, инспектор ради бизнес-омбудсмена. Насправді, когда мы отримали скаргу, мы обратили внимание на то, что законодательство действительно было на тот момент, это где-то вересень месяц недосконале, в связи с тем, что компания в принципе грамотно защищала свои права и получила ряд судовых заборон, которые были объединены государственными регистраторами, но в наследок нашего листования с Министерством Юстиции, Министерство Юстиции пропонувало скаржнику знову вернуться в суды для того, чтобы отменить незаконные реестрационные действия. Поэтому мы в принципе достаточно активно работали вместе с Министерством Юстиции по этой справе. И результатом стало то, что были внесены изменения до законодательства с нового года. Теперь Главное управление Министерства Юстиции мает право отменить реестрационные действия, которые были незаконно выполнены на местах. Также, как нам было поведомлено с стороны Министерства Юстиции, что они рассматривают механизм смс-информирования компании. Если кто-то интересует вашим объектом нерухомости, а если кто-то еще не имеет какие-то реестрационные действия, то, я так понимаю, в ближайшем вы сможете отримать смс-поведомление, что кто-то зайшет в ваш реестрационный кабинет и сможете оперативно реагировать на эти действия. Поэтому, на жаль, законодательство на тот момент действительно было очень большим прогрессором. И мы работаем с Министерством Юстиции на то, чтобы законодательство в этой сфере покрашивалось. Олег, спасибо большое. Я хотел бы только добавить, что за год работы с офисом бизнеса Буцмена я хотел бы выразить восхищение теми стандартами и тем качеством и профессионализмом работы этого офиса. И я хотел бы выразить отдельное спасибо Альгерде Сушимете, который возглавляет офисом Буцмена, потому что с них сейчас можно брать пример, как должна функционировать эффективная организация. Олег, спасибо большое. Спасибо вам. В заключение я хотел бы сказать, что ввиду тех фактов, которые мы сегодня озвучили, мы можем сделать следующее. Мы дальше продолжаем работать в правовом поле по возврату нашего актива. Но вы знаете, такое лирическое отступление, если я себе позволю, можно я вам анекдот расскажу, который очень хорошо характеризует ситуацию нашу. Может, кто-то его знает. Зайцы в лесу были очень расстроены тем, что на них охотятся волки и их едят. Им сказали, зайцы, у нас есть мудрый филин в лесу, вот вы к нему пойдите, он вам скажет, что делать. Зайцы пришли к мудрому филину, мудрый филин сказал, зайцы, у меня есть прекрасное решение, станьте ежиками. Зайцы обрадовались, убежали праздновать, на следующее утро думают, а как же нам стать ежиками? Приходят к филину и говорят, филин, а как? Вы знаете, я стратик. А как стать ежиками? Думайте сами. Так вот, наша ситуация, она чуть-чуть напоминает этот анекдот. У нас есть решение лондонского арбитражного суда, которое говорит о том, что мы можем снова получить контроль над компанией Асофит. Ну и последующим действием вернуть себе Скаймол. Но для того, чтобы вернуть Скаймол, нам нужно победить украинскую государственную машину. И, к сожалению, без первых лиц государства, которые управляют государственной машиной. Мы, к сожалению, не можем этого сделать. И поэтому мы хотим к ним обратиться открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко, главе администрации президента Борису Ложкину, премьер-министру Гройсману с тем, чтобы они поспособствовали разрешению этого самого резонансного случая в украинской коммерческой недвижимости и с тем, чтобы вопрос по Скаймолу действительно разрешился в самые кратчайшие сроки. Потому что если мы завязнем в украинской судебной системе, это будет происходить годами, и Украина, к сожалению, годами не дождется инвесторов. Потому что если украинское государство не может помочь инвестору защитить объект стоимостью 200 миллионов долларов, то скажите мне, какой вменяемый иностранный инвестор или украинский инвестор будет инвестировать в это государство. Поэтому мы ожидаем, либо первые лица государства помогут действительно показать, что в Украину можно инвестировать, и права иностранного инвестора в Украине защищены, либо мы с вами останемся на уровне Республики Конго, чего нам бы с вами очень бы не хотелось, мне лично. Спасибо большое. На этом наша официальная часть закончена. Я хотел перейти к вопросам и ответам. Единственный комментарий, я хотел бы попросить вас представляться, когда вы задаете вопросы. И у нас в зале присутствует еще один топ-менеджер компании «Арикана», руководитель юридического департамента по нерезидентам Виктория Балюк. Так как мы ограничены правилами конфиденциальности международного арбитражного суда, то есть мы не все можем говорить и мы ограничены регламентом биржи. Поэтому в случае каких-то вопросов, на которые мы не можем ответить, Виктория будет поднимать руку или сама отвечать на эти вопросы или на отдельные вопросы мы можем ответить вам потом. У публичной компании и у арбитража есть свои правила, поэтому заранее прошу прощения. Прошу ваши вопросы. У меня два вопроса. Первый вопрос. Какие ваши дальнейшие действия будут в связи с решением арбитражного суда? И второй вопрос. Как изменилась стоимость акции Орикана на лондонской бирже в связи с этим решением? Спасибо на ваш вопрос. Давайте начнем с первого. Наши дальнейшие действия. Во-первых, мы очень рассчитываем на то, что решение Орикана будет выполнено и до 5-го числа компания Орикана получит акции компании Осафит за 0 долларов. Дальнейшие действия будут связаны с возвратом активов в компанию Осафит как корпоративных прав, так кредитов Филгейта, так и самих объектов. В случае, если этого не произойдет, тогда мы будем в правовом поле, в судебном порядке добиваться возврата этих активов, а также будем просить помощи у первых лиц украинского государства, потому что многочисленные нарушения были произведены на территории Украины. Это ответ на первый вопрос. Да, это продолжение тех дел, которые сейчас ведутся в украинском правовом поле. И второй вопрос. Вы знаете, стоимость акций Орикана очень сильно зависит от случая со Скаймолом. Естественно, что акции Орикана, как только мы вернем себе Скаймол, она значительно вырастет. Но даже не это самое важное. Самое важное это тот резонанс и та информация, которую благодаря этому случаю получат иностранные инвесторы. Как только Орикана получат обратно Скаймол, это будет лакмусовой бумажкой, это будет зеленым светом для всех инвесторов иностранных, что в Украину можно вкладывать деньги, что права инвесторов защищены. И вы знаете, это намного важнее стоимости акций отдельно взятой компании. Спасибо. Работает, да? Александра Некращук, Лига. Я хотела уточнить, я правильно понимаю, что в Украине должно быть продублировано решение суда лондонского арбитража, то есть должно быть решение украинского суда, который говорит о том, что акции должны быть вам возвращены. Если да, то подали ли вы уже такой иск? Тогда Евгений. Нет, в Украине это решение не должно признаваться. Исполнение решения будет происходить на Кипре, поскольку компания Софит это компания кипрская, соответственно передача акций тоже будет происходить на Кипре. Но можно было бы добавить еще на предыдущий вопрос девушки, первый вопрос относительно что мы можем делать, имея это решение. Но у нас есть мысли, что те действия, которые совершались в период вымывания активов, могут быть оценены за пределами Украины, за пределами Украины компетентными органами других государств, поскольку у нас отдельные юристы считают, что там есть признаки преступлений в том числе права Кипра, права Голландии, соответственно очень может быть, что мы будем туда обращаться. Спасибо, еще вопросы. Аббиси Ньюс. У меня уточнение за Светлана Ренькас. Ви говорили про криминальные справы, которые сейчас порушены. Можете отчинить, они порушены по факту или против кого-то? Про что это криминальные справы, которые сейчас есть? В загальных рисах, что вы можете сказать? Спасибо. Деякие криминальные справы мы дизнались, потому что нас викликали, зокрема, мене, повесткой до слідчого. Справы порушены по факту не против особи. Одна справа порушена по факту несплати до бюджету міста Киева великих розмірах, это 212 стаття Криминального кодекса. Справа порушена Державно фискальна служба Украины. Про нею можу говорить, потому что была допитана як свідок. Справа абсолютно не мает складу злочину, про что особисто мною было сказано слідчому. Слідчий довго думав і його висновок був, що я досліджую матеріали справи, я маю все провести, всі слідчі дії, але бачаю, що тут є просто господарський спір. Насправді це спір, немає ніякого спору, був колись спір між компанією Comfort Market Lux, це одна із компаній Recano Real Estate, яка здійснила будівництво торгового центру і свій час у 2007 році сплатила пайову участь до бюджету міста Києва. Чомусь народний депутат, на жаль, не пам'ятаю його прізвища, вважає, що ця компанія не сплатила цієї пайової участі. Не дивлючись на всі судові рішення, які були проведені, фактично сплачені гроші, докази, судом було встановлено той факт, що гроші сплачені, пайова участь сплачена. Чомусь народний депутат з партії, якщо я не помиляюсь, спочатку Ляшка, а потім БПП, вважає, що тут є підстави злочину. Подав таку заяву, заява відповідно до дійсного чинного законодавства українського, кримінального, зареєстрована, йде до судового розслідування. Не сподіваюся, що там всі свідомі юристи і навіть чотирьохкурсники розуміють, що 212-ї складу злочину там немає. Про що ми доповіли. Інші кримінальні справи, які сьогодні є, це ті справи, які ще порушені були давно, і проти теж. Все порушується по факту, тому що проти особи це злочини мають явні докази, наявні докази, що було вчинено те кримінальне правопорушення. Тому все по факту, все, скажу юридичним сленгом, вибачте за це, все дуже натягнуто, просто притягнуто за вуха, щось пишеться, щось домальовується, це як моя дитина малює квіточки, отак, на жаль, ці кримінальні справи. Дуже прикро, що це робиться, нам страшенно про це прикро, це заважає нам не лише працювати, це заважає нормально мислити, бо постійно треба робити, замість того, щоб підвищувати нашу продуктивність праці, ми відписуємося від усіх, і ходимо на допит, і відписуємося від наших державних органів, правоохоронних органів. Мені дуже шкода в цьому. Інші кримінальні справи, які сьогодні є, які теж нам відомі, так як я особисто не була учасником цих кримінальних справ, я лише відписуюсь, на жаль, не можу повідомити більш детально. Дякую. Я би доповнив, оскільки я один із фігурантів однієї дуже гучної справи, якщо пам'ятаєте, в минулому році, десь влітку, вибухнув скандал з СМС-ластуванням прокурорів. От розбоїть на районі, давай по ньому зарегістрируємся. В общем-то, це ми так і збирали міру пресечення в Дніпровському районі. Значить, на сьогодні існує близько 10 кримінальних проваджень. Основна частина з цих кримінальних проваджень була відкрита в Дніпровському районі Дніпровською прокуратурою. Це на сьогодні прокуратура, місцева номер 4. Після СМС-скандалу майже всі кримінальні провадження були передані до Шевченківського району міста Києва. Тиждень чи два тижні тому з Шевченківського їх передали до Солом'янського району. Дві особи повідомлено про підозру, в тому числі мене, за підкуп на встановленого суді апеляційного суду міста Києва. Підозра дуже абстрактна, тобто в настановленому місті, настановленими особами я вирішив підкупити настановлену суддю апеляційного суду міста Києва і за більш ніж рік кримінального провадження ми так і не дізналися, яку саме суддю і яким саме чином ми її підкупили. В заяві про злочини йдеться про суму підкупу в 300 тисяч доларів і в мене всі мої адвокати питають, де ж гроші. Ані в матеріалах провадження, ані у мене цих грошей нема. Це таке. Взагалі-то частина кримінальних проваджень, як нам відомо, була відкрита задля проведення збирання щодо компаній та топ-менеджерів інформації. Ми точно знаємо, що проводяться постійно негласні слідчі дії. Прослуховуються телефони, знімається трафік. За деякими топ-менеджерами від аеропорту йде зовнішнє спостереження. Відтак, крім того, що справи порушені прокуратури, нам відомо, що вони порушені також у СБУ. У нас навіть є номери цих справ. Я перепрошую, я думаю, що ми не будемо розголошувати Державну таємницю Служби безпеки України. Вона розслідує, це їхній прямий обов'язок. Розслідують? Знаєте, почему в Україні все менше і менше становятся топ-менеджери в експотах, іностранців? Ні в Гарварді, ні в Йелі, ні на МБА-програмах не учат, що з цим робити. Учат, як вращувати бізнес, ввеличувати прибыль, маркетинговим технологиям, як управлять людьми. Я прошел курс МБА в Манчестерському університеті в Великобританні. Там не учат тому, як защищати бізнес, як ходити на допрос в Генпрокуратуру. Як защищати бізнес-прослужки? Як защищати бізнес-прослужки? І я всю свою кар'єру я провел в іностранних компаниях, в больших корпоративних. І я в первый раз с этим сталкиваюсь. Це дико, я вам скажу. Це абсолютно дико. Ми маємо з цим закінчувати, якщо ми хочемо жити в нормальній країні. І тільки благодаря вашій допомогі, розпространенню інформації о таких событиях, тільки так ми можем зробити в цій країні «Жизнь з лучшим». Я зовсім зрозуміла. Я правильно розумію, що без політичній волі ви скаймол не можете повернути тільки юридичним шляхом? Ми можемо вернути скаймол юридичними действиями в правовому полі. Тільки це вопрос времени. Це може занять 10 років. С наличием политичній волі це може зробити за один місяць. Вот і все. Після возвращення Арика на компанію Асофит, які события должны произойти, щоб ви получили в собственность скаймол обратно. Що должно дальше бути? Пошагово? Хто відповідає? Хоча б. Пошагово. Давайте відповідаю я. Для того, щоб вернути скаймол і контролюти на скаймол, необхідно восстановити корпоративну структуру, яка существовала на 2010 год. Соответственно, в компанію Асофит должна вернуться призма бета, которая була перерегистрена несколько раз і на сьогодні ліквідірується в Київській області. В компанію призма бета должен вернуться торговий центр со всеми составляющими объектами. Це паркинг, це гипермаркет. Соответственно, в компанію Асофит должны вернуться кредити, які були введені на інші кипрські структуры общим размером порядка 100 мільйонів доларів. Відповідь, що можна буде сказати, що рішення виконено, і ми получили назад свій актив. А якщо немає? А якщо немає? Увидимо. Відповідь, що є куча... Відповідь закона, то действительно проблеми було б намного менше. І не читати закон, як хочеться тому і іному суді, а читати закон, як він є, як він написаний, і що мається в виду. Якщо є признаки фіктивній зробити, то суд зробити так і сказати. Це зробити фіктивно, согласно такої-то статтею Гражданського кодексу України. А якщо цього немає основаних для признання зробити фіктивно, так і сказати. Да, немає, було все законно. А для цього потрібні закрития, розслідування, завершення розслідування всіх уголовних дел по незаконній действій органу государственной власи, о чем говорили і Евгений, і колеги, де будуть признані факты незаконних дел. І ці факту ми можемо воспользовуватися при подачі гражданських ісків. Але ці гражданські іски должны, хозяйственні гражданські іски, должны проходити в рамках правового поля. Согласно закону. Згідно з і відповідно до буквы закону. А не мені вам розказувати, що таке судебна власть, к сожалению. Мені дуже стыдно, тому що я професіональний юрист, мені стыдно об цьому говорити. Мені б хотіло, щоб був принцип права. Закон справедлив, і, як в латыні говорили, закон строк, ноу строк, дуралекс от лекс. Все, точка. Спасибо. Я хочу показати открытое письмо президенту, которое компания «Рикана» сегодня направляет, с просьбой с просьбой открытого и всестороннего расследования этого кейса и оценки действий тех людей, которые действительно совершили нарушение, с тем, чтобы такие иностранные инвесторы начали заходить в Украину. Спасибо. Вопросов больше нет, я так понимаю. Пожалуйста. Денис Аносов, Интерфакс. Я хотел уточнить, с другими объектами «Рикана» у вас подобных проблем нету, вот как со Скаймолом, и еще по новым строящимся объектам вы как-то, ну вот после такого неудачного опыта вы изменили как-то свои, что ли, предпочтения в подборе инвестиционных партнеров? Спасибо за вопрос. На самом деле это серьезнейшая для нас такой кейс, который полностью, наверное, изменил нашу политику в отношении инвестиций в Украину, а теперь мы работаем только с организациями и финансовыми, и инвесторами, которые имеют безукоризненную репутацию, потому что, понимаете, проинвестировать 120 миллионов долларов в объект недвижимости, и потерять все полностью, но это ненормальный бизнес. Поэтому у нас ни в одном больше проекте у нас нет внешних партнеров. Мы развиваем проекты с помощью Минозаврных финансовых организаций. Один из наших крупнейших партнеров это ЕБРР, Европейский Банк Реконструкции и Развития, который, надо сказать, в прошлом году мы единственные, наверное, в Украине из девелоперов, кто получил кредит от ЕБРР, а это значит очень высокую оценку репутации и надежности компании Рекана. В данный момент над нашими следующими проектами мы работаем над привлечением денег от международных организаций, в частности в формате экспортного кредитования, от государственных банков и страховых компаний Чехии, Польши и даже Китая. Спасибо. Я добавлю, что я думаю, что для нас все-таки одно дело это случай со SkyMall'ом, другое дело, что бизнес торговых центров это бизнес хороший в той стране, где есть средний класс. И если мы смотрим на Украину, этот средний класс последние, наверное, 5-7 лет очень сильно уничтожался. То есть людей, которые получают хороший нормальный доход, скажем, 700-800 тысячи, 1500 долларов, которые могут позволить покупать себе иногда одежду, иногда какую-то электронику и так далее, которые посещают торговые центры, что этих людей стало гораздо меньше. Люди покупают, с одной стороны, есть класс людей, которые едут на рейндж-роверов, которые на улицах Киева изумительно много, а есть очень много людей, которые очень бедные, которые еле-еле могут покупать себе еду. И для нас это просто очень важно, не только одно дело этого вопроса Каймола, но для нас изумительно важно, чтобы Украина развивалась, и тогда наш бизнес может развиваться, потому что нам нужны клиенты, которые могут пользоваться теми услугами, которые мы предлагаем, чтобы было больше людей, которые жили бы хорошей, нормальной жизнью среднего класса в этой стране. Еще вопросы будут? Тогда хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли. Вы знаете, сегодня такое знаковое совпадение. Сегодня в Лондоне открывается конференция, посвященная мировой проблеме коррупции, где участвуют более 40 стран. И очень знаково, что именно в этот день мы проводим пресс-конференцию, которая касается большой коррупционной проблемы в Украине, которую, я надеюсь, что с вашей помощью мы победим. Спасибо большое за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok